Две недели до первого звонка. Ремонт в школах завершен. В 38-й, например, покрашен фасад, смонтирована подсветка. Осталось провести генеральную уборку, а еще проверить готовность системы обеспечения безопасности, отметил глава города. В Сочи с каждым годом в школы приходит все больше детей, в том числе и за счет переехавших на постоянное место жительства семей. В этом году за парты сядет больше 64 тысяч ребят. Такое количество школьников – это и огромная ответственность за их жизнь и здоровье, напомнил мэр. Поэтому камеры наблюдения должны быть установлены не только в коридорах и над входом, но и по периметру всей территории. Такое же замечание и к 100-й школе. Здесь работает 21 камера. Плюс к этому установят магнитные замки на ворота. А каждому ученику выдадут ключ-брелок. Похожей системой обзаведется и 29-я школа. Это не каприз, а требование безопасности. Вы здесь видите, есть забор или нет? Нет, к сожалению. Надо сделать, чтобы это видели. Потому что вы должны понять, что в ваших интересах. Сделать так, я еще раз говорю, чтобы было вам понятно, что сидишь и смотришь, твоя задача. Если увидел, увидел, кто-то через забор лезет. Моментально принять меры, кнопку, что бы я делал. А что делать, когда мы видим, что лезет через забор? Кнопку надо. Первое – это сделать кнопку. Второе – у нас должны быть закрываться двери магнитами. И это все препятствия. Пока едет полиция, какие-то должны быть дополнительные препятствия. Установка видеокамер в школах предусмотрена в бюджете Сочи. Должно хватить и на магнитные замки. Анатолий Пахомов поручил при необходимости выделить недостающие средства на эти цели. Надо обеспечить полную безопасность для деток, потому что время такое. И, конечно, мы сегодня, я уже в третьей школе, вижу, что камер недостаточно. Или бывает так, что камеры стоят в коридорах, на входах. Но, в первую очередь, камеры должны стоять по периметру. То есть каждый метр забора должен смотреться в камеру. В остальном школы к учебному году готовы. В 29-й школе даже коридоры расписали. Теперь здесь, как в Пушкинском летнем саду. Ждет новых посетителей и небольшой исторический музей. Экспонаты для него школьники принесли из дома. В целом, 1 сентября в Сочи откроют свои двери 70 школ. В том числе и новая в поселке Совет Кваджа.